Печа-куча в Шимкенте набирает обороты. На этот раз тема очень значимая. Семейные ценности. Спикеров разделили на два блока. На сцене две близняшки. Девочки рассказывают о своей жизни, о том, как многие их путают. При всем при этом в жизни им это не мешает. Иногда даже наоборот. Бывает такое, что даже родственники путают. Мы, конечно, этим иногда пользуемся, но не часто. Мы чувствуем ответственность друг за друга. В последнее время тема насилия в семье в Казахстане находится под пристальным вниманием. В стране начали реализовывать проект «Казахстан без насилия в семье», инициатором которого стала Генеральная прокуратура. Работу начали с Южного Казахстана. О теме профилактики насилия говорит старший помощник Генерального прокурора Турсунбекова Салтана. Они говорят о том, что они готовы выехать в село, в город, в Астану, в область. Если им сказать, что надо делать и как, то наше население готово самым активным образом участвовать во всех практически мероприятиях нашего проекта. И здесь, наверное, для нас это большая задача, хорошая задача, как нам продумать механизмы вовлечения граждан и отметить тех активных, которые хотят в этом участвовать. То есть мы должны продумать и моральные меры поощрения, и материальные, возможно, меры поощрения таких активных граждан. Мы никогда не сможем исправить ситуацию, особенно когда ситуация связана с какими-то проблемами в семье. Почему мы говорим, что все правонарушения в семейно-бытовой сфере, они латентные? Потому что не все об этом говорят. И только тогда, когда сами граждане начнут активно участвовать, не проходить мимо чьей-то беды, говорить об этом, сообщать об этом, только тогда мы сможем получить положительный результат. Затронули и такие темы, как ВИЧ. Перед гостями выступил представитель СПИД-центра, который рассказал историю одной из семей, где оба родителя заражены СПИДом, а ребенок родился здоровым. Девушка, ну, назовем ее Айман, например, забеременела. И, как и все другие обязательные обследования, она сдала мариус на вечер, и ей показался на расположении. И это был стресс. Она до брака никак ни с кем не гуляла, никаких пауток не было с другими. И по процедуре обследовали молодого парня, у него тоже оказался ВИЧ. Оказывается, он до, ну, по молодости гулял с девушкой до Аймали. И, ну, внешне никаких признаков ни у кого не было. Теме опасно грозный ВИЧ, что человек после инфицирования годами, 10-15 лет может жить внешне абсолютно здоровым. И никаких признаков, кроме анализа, кроме ВИЧ, никогда не выявляется. И это был большой стресс. Семья была на грани распада. Но я хочу сказать, что они это мужественно, стойко перенесли. Хотя родители были готовы друг друга не то, что перегрызть, перестрелять. Организаторы уверяют, что проводить такие встречи планируют и дальше, несмотря на то, что проект некоммерческий и работает при нулевом бюджете. Как вы видите, настроение у молодежи очень хорошее. Люди сюда, именно на проект «Печи и курчи» приходят сами. Мы никого не забьем. Мы открываем регистрацию, и люди сами просятся. И, создавая такую площадку, мы даем возможность и молодежи задать вопросы именно интересующихся тем, таким людям. И, наоборот, людям, которые выступают, заявить о проектах или о планах именно в их департаменте или в их работе. Показать это молодежи, нашим жителям, неравнодушным жителям. Подобные встречи будут проводиться регулярно. Команда «Печа куча» планирует не только заниматься болтовнём, но и заявить о себе как о молодых людях, которые могут помочь руководству области в развитии Южно-Казахстанской области. Звучит громко, но планы такие есть. Редактор субтитров А.Семкин